Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новое прохождение флэш-игры Fail Man. Это игра наподобие троуфейсов и других тому подобных игр. Я никогда такого не делал, и если честно, это моя первая флэш-игра. Если она вам всё-таки понравится, а я на это очень сильно надеюсь, то мы будем дальше проходить такие различные флэш-игры. Если вы хотите мне предложить какую-то флэш-игру или другую вообще обычную игру, ссылочка есть в описании на тему ВКонтакте, заходите, оставляйте свои идеи. Или же банально в комментариях. Я очень сильно рад тому, кто сейчас находится рядом со мной и смотрит это видео, и любому другому человеку, который сейчас просто-напросто может его заценить и поставить лайк. Ребята, давайте мы будем начинать. Это игра на логику, да? То есть по картинке нужно куда-то нажать, чтобы что-то произошло. Может произойти что-то хорошее, может произойти что-то плохое. И нам нужно пройти все раунды. Вот Fail Man, это как бы как Супермен, но только он пытается делать добро, но у него всегда получается пип-жопа. Поэтому начинаем. Опа. Наш первый раунд. Что нам нужно делать? Я еще, честно, не играл и просто ее нашел, поэтому сейчас мы будем разбираться, что и как тут делается. Так, чувак стоит возле банкомата. No cash. Так, мы ничего не можем делать. Ищем какую-то кнопочку. Опа, вот. Ага. Супермен помог бедному чувачку забрать свои деньги с банка, но оказалось не так-то все просто. Его забрала милиция вместе с собой в обезьянник. Так, второй. Второй, 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 второй раунд. Что эта девуля хочет? Шарик. Ну, шарик, понятно, это баллон, с которого вытекает, не вытекает, а с помощью которого заполняются шарики, да? Гелий, да, вот, вспомнил. Башка вспомнила, как это называется, гелий. А как его взять? Ага. Так, ну сейчас на шарик, чтобы он надул. Сейчас девочки вернуть, да. А, ну, логично. Тупая концовка, как всегда, и мы ее прошли. Круто. Дальше. А, ну вот у меня уже мышка тут стояла. На лужу, да? Обрызками. Дальше. Ну, в принципе, пока что очень просто, потому что тут элементарно. Обрызгали, да? И, да, все. Так, тут что? Ну, джойстик, да? Дальше. М. А. А. Ладно. Это такие начальные раунды, обучающие немного, да? Чтобы понять, что и как делается. Это уже пятый раунд у нас. Ну, затушить пожар. Прилетел наш фейлмен. Дальше. Отсюда вода вытекает. Чтобы затушить, нужно шланг взять. Да. Сейчас нажимаем на шланг и... Ну, смотри. Так, я нажал на шланг. Почему он опять выскочил? Вот, опять. Дальше. М. А может нажать... А, вот смотрите, у нас подсказочка есть. Так. А, вот. А, дебил, да? Не, чтобы водой затушить, он... Затушил бензином. Так, я просто смотрю, что это такое. Это... Так. Это перебить монстров, да? Ну, это просто. А, это типа Хэллоуин, они оделись в маске. А, ну понятно. Да, зафейлился, конечно, чувак. Так, дальше. Воды, да? Он хочет воды. Так. Вот. Я заметил его дальше. Сюда не нажимается. Так. Это типа он воду, да? Ага. Так. Дальше. Пить. Включить. Ну, напоили... Толстячка. Так, дальше. Так. Починить, да? Починили. Ну, все. Это такие простенькие раунды. Мне просто интересно, сколько тут вообще этих раундов будет. Так. Нужно остановить грабителя. Так. Это подсказочка, да? Эм. А, типа мы остановили грабителя, но это была съемка какого-то фильма. Ага. Дальше. Спасти котика. Ну, в принципе, это понятно, да? Что фейлмен идет на помощь. Котик. Берем бензопилу. Какая милость. Спасли котика, убили бабушку. Дальше. О. Ага. Смотри, ребята, что я понял. Видите, у него вот тут на рубашечке, на... Вот тут, на рукаве, у него написано буква F. Ага. Это же типа фейлмен. Значит, чтобы вызывать фейлмена, нужно искать где-то на экране букву F, да? Чтобы его вызвать. Афингал набили. Это, в принципе, сначала так просто. Это такие игры, знаете, развлекательные. Если все-таки они вам понравятся, то я буду искать дальше такие игры или еще расскажу. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои предложения. Я тоже постараюсь в них поиграть. Если вы любите какую-то флеш-игру, то я, может, ее найду и также в нее поиграю. Таких игр, как вот эта, есть миллионы наподобие. Те же Тролл Фейс и всякие другие. Так, ну что, давайте. Да, выпил все озеро, да? Да. Дальше. Так, это что, уточек перевести, да? М. Нам на машину нужно нажимать, то есть остановить ее или что? Да, да. Ух ты ж. Ладно, нужно было быстрее нажимать. Так, сейчас, еще раз давайте. Машиночка тут едет, остановили. Машиночка тут едет, остановили. Машиночка тут будет ехать, остановили. И где, где, где? Вот. Браво, фейлмены. Мы перевели двух уточек через дорогу, но уничтожили четыре машины с гражданскими. Круто. Дальше. Ты че, издеваешься? А. А как я его вы... Я... А, я, наверное, смотрите, на букву... На букву F нажал. А, это я случайно. Эрор. А, это я даже случайно, знаете? Дальше. А, ага. То есть, целоваться и он ближе и ближе подходит. Сейчас. На него. На него. Ну, это такая немного туповатая игра. Троу-фейс будет поинтереснее, если честно. Так, дальше. Ага, вот, букву F. Ага, вот она. Дальше. Ну. Это как бы нужно. Троу-фейлмен. Это... Нужно просто-напросто испортить ситуацию. Вот в чем прикол. М. Да, М. А, как-то... А куда мне нажимать? М. А тут есть еще какие-то другие варианты, куда... Есть ли тут где-то букву F? Смотрите. А, у нас есть тут подсказки. А как подсказки нафиг эти выключить? Это тупо немного. Ну, значит, нужно соображать быстрее. Нужно соображать быстрее за подсказки. Этот 17 уровень может тут быть еще какой-то другой. Да. Ну, это просто... Да. Помогли чуваку, называется. А, ну просто ему башку развернуть, да и все. Ну, это просто. Трунфейс, мне кажется, действительно будет поинтереснее. Потому что это такие игры, знаете, где реально прям нужно думать, искать какие-то... А куда бы нажать? Куда бы нажать? Это тут просто. Это, в принципе, для детей, можно и так сказать. Ага. А сейчас... Взорвал луну? Да. Или солнце? Ну, в принципе, это все? Да, это все, ребята. Какая-то очень... Не знаю, простенькая игра. Мне кажется, следующие будут намного веселее. Там есть различные, как тот же Труфейс, о котором я уже сказал несколько раз. И, в принципе, очень много игр наподобие Труфейса. Это первая игра, которую я только нашел в интернете. И все же решил в нее поиграть. Мне кажется, для первой флеш-игры она достаточно-таки хорошая. Я буду надеяться, что вы хотите какое-то разнообразие. Это 10-минутное видео, которое просто-напросто предназначено для того, чтобы немного развлечься. Оно не займет много времени у вас для просмотра и также не успеет наскучить, потому что это флеш-игра. Если вы хотите предложить мне какую-то флеш-игру, или просто пройти какую-то еще другую игру, или не флеш, а какой-то там хоррор, или еще что-то, или еще что-то, то, ребята, пожалуйста, пишите в комментариях. Я читаю каждый ваш комментарий. Вот ты, чувак, вот сейчас ты, вот ты, да, вот тут я, вот тут ты. Если ты сейчас напишешь любой комментарий адекватный, я тебе даю гарантию 100%, что я его прочитаю. Потому что я читаю каждый комментарий своих любимых подписчиков. Ребята, я не преувеличиваю, я читаю каждый ваш комментарий. И также я стараюсь ответить на каждый из них. Если вы что-то спрашиваете, или задаете какой-то адекватный вопрос, я, конечно же, отвечу. Мне не лень, я не из тех ютуберов, которые заливают видео, идут гулять, и просто-напросто им просмотры капают-капают. Я, как только выкладываю видео, я смотрю каждый комментарий, который на него поступил, и также слежу за лайками, за всем остальным. Ставьте лайки, если мы набираем 200 лайков, выходит какая-то другая флеш-игра, мини-игра, или что-то в этом роде. Честно, ребята, с лайков я ничего не получаю, это просто мне дает мотивацию. Чем больше лайков, тем больше у меня есть сил записывать видео. Ребята, я вам, честное слово, говорю, я вам никогда не вру, и я люблю вас, я люблю подписчиков, и я также люблю, когда много лайков, только за то, что это мне действительно придает сил. Подписывайтесь на мой канал, ставайте новым членом нашей большой дружной семьи. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok